Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово. Сегодня хочу говорить об одном стихе из Библии, который мне особенно дорог. Это Иоанна 14 стих 27. Мир оставляю вам. Мой мир, даю вам не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и не устрашается. Мир оставляет нам Господь. Любой мир, который есть в сердце человека, это уже что-то очень хорошее. Но есть что-то особенное. Божий мир хочет нам Иисус дать. Он больше, чем мир, который мы имеем здесь. И Он дает Божий мир не так, как мир дает. Очень интересно, правда. И в мире люди имеют мирное сердце, хорошие семьи иногда, хорошее отношение с детьми или с родителями или на фирме хорошее отношение. Но такой мир, который есть в этом мире. Но Божий мир, Он больше. И Он хочет нам Господь дать свой мир. Интересно, что дальше сказано. Да не устрашается сердце ваше и да не смущается сердце ваше. Но думаешь, а чего смущаться, когда Божий мир? Когда Сам Господь тебе предлагает свой мир. Да еще и твой мир не отбирает. А дает свой мир. И дает в такой степени, какого в мире никогда не получишь. Чего же смущаться? Почему устрашаться? Вы просто посмотрите вокруг себя и вы увидите. Большинство людей не хотят иметь мира Божьего. Они чего-то боятся. Или видят тех верующих, которые говорят, что имеют мир, а фактически не имеют. Или то, что дьявол так ослепил их глаза, что они не видят, что только в Боге можно иметь настоящий мир. Только в Его Сыне Иисусе Христе. Иногда, конечно, это связано с тем, как мы поступаем. Мир в нашем сердце сохраняется тогда, когда мы поступаем по Божьей воле. И вот один стих до этого так говорит. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил. Утешитель Дух Святой. Да где же это Утешитель Дух Святой? Но до этого еще в этой же главе сказано, что Он с вами будет и в вас будет. Он не только будет вокруг нас. Иисус пообещал, что этот Дух Святой может быть в человеке. Он попросит Отца. И Он даст этого Духа Святого Утешителя. И Он будет нас доставлять. И вот этот тихий голос тебе. Он говорит, делай. Или говорит, не делай. У нас были интересные миссионеры со Света на Востоке. И рассказывали, сколько много, так сказать, они добра делают. Вот и подчас теми финансами, которые им передают. И в конце, так сказать, да, мы сказали, давайте соберем немножко денег, дадим. И вот в этот момент тебе внутренний голос говорит, у тебя есть в гармане там 20 евро, 50 евро, сколько дай. А другой голос говорит, да, подожди, хватит и 10. То есть много вот таких вот всяких голосов, которые мы слышим. И из них надо разобраться. И вот этот Дух Святой, Он когда говорит, Его обычно очень ярко слышно. И пока Он не заговорит так, что ты ярко услышишь, лучше не спеши что-то делать. Но в такой момент, когда кто-то просит, Иисус говорит в другом месте, просящего дай. Если ты видишь, Он идет на добрую цель, ты можешь помочь. Да помоги, потому что это так важно. Но много и других вопросов, особенно с нашим языком. Вот где заговорить, а где лучше бы проболчать. Я убедился, что мир Божий мы можем потерять, если мы за кем-то повторяем какие-то слова, которые мы точно не знаем, что они были. Особенно, когда касается кого-то брата по вере. И мы просто повторяем. Вот так вот Он сказал. И так сказать, тем самым мы уже распространяем, бывает, неверную информацию. Обычно после этого ты замечаешь, что мир Божий пропадает. Но на твоей душе уже нет. Если у кого-то никогда не было, этого мира, он не заметит. Но когда ты имел с Богом мир и поступил как-то неправильно, ты сразу это ощущаешь. И поэтому так важно иметь присутствие Духа Божьего в сердце, который нас направляет и который нам подсказывает. Так нельзя. Но, допустим, ты ей сказал, но потом тут же поправляешь себе, простите, я не видел, не знаю, но вот так мне передали. Да, лучше бы я это не сказал, Господи, простите. То есть очень важно, чтобы мы реагировали на те побуждения сердца. Мне кто-то спрашивает, а как попросить прощения? Я говорю, ну, всегда было так. Если ты хочешь покаяться перед Богом и что-то совершил такое тяжелое, что нельзя просто решить это с Богом, ну, выйди в церковь, встань на колени, прямо впереди и скажи, я каюсь, хочу перед Богом покаяться и кайся, говори Господу. И все собрание помолится за тебя, и у тебя все пройдет, потому что ты перед ним скажешь это Господу. Одна сестра, она очень ревновала своего мужа, он часто задерживался в собрании, много говорил, потом поздно домой, и она постоянно ему говорила, ну, почему, и вот так вот как-то теряла мир. Одна же ей Дух Божий сказал, встань перед церковью и скажи, я вот так поступаю, и это неправильно, потому что я лишаю мира себя и моего мужа. Простите меня, и пусть Господь просит, я каюсь перед ним. Она вот так вот покаялась, и она была в раз исцелена от этой болезни, она никогда больше не делала это. Пусть Господь нам поможет так поступать, как Господь этого хочет. И Он нас любит, и Он научит нас поступать, и мир Божий будет жить в наших сердцах всегда. Слава Ему за это. Аминь. Слава Ему за это.